Анатолий, расскажите, когда Вы впервые взяли за перо и решили стать профессиональным писателем? Это было начало 70-х, когда я попробовал первый рассказ выдать. Он назывался «Чистые руки». Он у меня только однажды в сборнике был, потому что я, хоть его и слабым не считаю, но все-таки он был ученический. Как дальше пошло? А потом сразу была повесть, объективное обстоятельство. А сюжет, сюжет о чем? Производство и любовь. Производственный роман? Да. Как-то такой советский жанр. Ну что, что-то такое. Понятно, что писательством в наши дни особо не прокормишься. Вы работаете журналистом, правильно? Ну, кусок хлеба я имею в газете. Больше 20 лет вы помогаете котельническим авторам издавать свои книги? Не котельническим авторам. Потому что я являюсь редактором и издателем серии «Библиотека котельнической литературы». Но она уже сама из себя выросла. Вот в этом сотом издании ранней росы 13 городов, авторы 13 городов России. А почему вы решили заняться именно этой деятельностью? Просто начали собираться вокруг альманаха-проселка, с которого библиотека началась. Начали собираться. И их стало все больше и больше. А вы как-то сами для себя определяете меру дарования человека, который хочет публиковаться в этом проекте? Вот такой вопрос я ждал и всегда, даже вот и на встречах, как бы внутри, под спудом, хочу, чтобы его задали. Знаете почему? Потому что, как член своих записателей, я считаю себя обязанным быть, как бы, ОТК. С плохой вещью через меня не пройти. Мне очень хочется поговорить о вашей любви к путешествиям и о книгах, которые рождаются после этих путешествий. Наш экипаж впервые в истории Вятского края прошел от самого истока до самого устья, до впадения Камы по Вятке. И даже тремя километрами ниже по Каме, до Соколок, где раньше кончались пассажирские пути. Алый парус и на синей волне – это вот как раз путешествие по Вятке. А потом обнаружилось, что ОНО проходит, когда отмечается 120-летие со дня рождения Грина. Это походная черкистика. Ну это же интересно читать, потому что, скажем, я никогда так не плаву, вряд ли поплыву. А здесь я, прочитав эту книгу, могу какое-то впечатление составить об этом путешествии. Правильно. Жаль, но впечатление у вас сложится очень краткое, потому что, к сожалению, я тогда еще привычку такую у себя не отработал. Сидеть на нашем судне с блокнотом, с авторучкой в руках и записывать по минуту на события. А зачем это делать? Это очень нужно и важно. А, то есть вот такой суровый материал убираете, да, какие-то впечатления? Просто совершенно мелкие впечатления. А где вот дождь пошел в 4.30, мы там что восприняли. А вот папа с мамой чайки учат птенца ловить на лету специально брошенную им рыбку. Вот таких вещей, вот жаль, что я по вятке не записывал. Второе путешествие было в 2005-2009 годах по древнему водному торговому пути вятских купцов. И как раз оно опять же получилось к 200-летию со дня, опять хорошей дате, к 200-летию со дня установления торгово-дипломатических отношений между Россией и Америкой. Положенным, как известно, купцом, нашим Стопоцким, ксенофонтом Алексеевичем Анфилатовым. И очень приятно, что вот мы опять же вписались в эту дату. То, что вы вписываетесь в даты, я говорю, в вас говорит журналист. Вот, потому что это наша болезнь, привычка, все время что-то приурочивать к датам и так далее. На самом деле все всегда актуально. И вот третья книжка, третье путешествие, утро в заливе Гавуза. Кстати говоря, вот это ваши фотографии, да? Снимки все мои. Как вы снили вот этих чайок? Это телевик. Никакого фотошопа. Вот карта, между прочим, древняя выкопала. Моя гордость. Где нашел? 1638 год, Котельнич, Орлов, Хлынов. Малома. Малома, пожалуйста. Еще нет торгового пути на Алексеевскую ярмарку. Его еще нет. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Спасибо.